МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В час 57, находясь у себя дома, с компанией друзей шумели, чем нарушили тишину и спокойствие граждан. Очередное заседание административной комиссии. Благодарить. Желаю вам счастья и здоровья, чтобы все-все у вас замечалось. И вот эта жемчужина смоленской силы развлекала. Юные музыканты Десногорска выступили во Флёново. Это так здорово! Ветераны Смоленской АЭС поучаствовали в весёлых стартах. А теперь об этих и других событиях подробнее. На поддержку муниципальных образований в 2017 году предусмотрено 2,5 миллиарда рублей. Нововведения коснутся и средств софинансирования администрации области из резервного фонда. Для разных районов будет проводиться градация от 5 до 15%. В Смоленске подвели итоги областного этапа юбилейных 25-х международных рождественских чтений на тему 1917-2017 уроки столетия. Призёров этапа наградили и открыли выставку, посвящённую 70-летию Святейшего Патриарха Кирилла. В течение следующего года организаторы планируют посетить с этой фотовыставкой все районы нашей области. На плановом оперативном совещании глава Десногорска Вячеслав Сидунков подвёл итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. В областной администрации прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2017 год. Бюджет планируется профицитный и носит социальную направленность. Существенная доля статей, в том числе зарплатные и иные, оставлены на уровне 2016 года. Тем не менее, есть позиции, по которым рост заложен. Это в том числе и межбюджетные трансферты в части помощи муниципалитетам. Небольшой рост предусмотрен, порядка 10%, поэтому есть надежда, что хуже жизнь муниципалитетов не станет. При формировании проекта местного бюджета администрация Десногорска планирует уложиться в цифры, определенные депутатами, и до 7 декабря представить проект на рассмотрение в Горсовет. Десногорцам предложено принять участие в формировании состава общественного совета. Правом выдвижения обладают некоммерческие организации. В течение 30 дней некоммерческие организации могут выдвигать свои кандидатуры со дня официального начала формирования. Принять вот это решение. Это решение будет размещено на сайте администрации, как и само положение. Начальник отдела социальной защиты населения Злата Бриллиантова поздравила Десногорцев с Днем матери. У нас в городе Десногорске прирост многодетных семей, если можно так выразиться. На сегодняшний день у нас 159 многодетные семьи. Одна семья с шестью детьми, три семьи с пятью детьми, 23 семьи, у которых по четверо детей, и 132 семьи, у которых по трое детей. Это очень приятно, что мы идем в рост. Что касается многодетных семей, в многодетных семьях у нас сейчас 509 детей. 15 ноября Десногорск получил паспорт готовности к работе в осенне-зимний период. В заключении совещания сотрудники Центральной библиотеки рассказали о произведениях, ставших лауреатами престижных российских премий. Около тысячи смолян решили проверить свои знания на географическом диктанте. На выполнение всех заданий, а в этом году их было 30, давалось 45 минут. Все оценки опубликуют после 25 декабря на сайте Русского географического общества. 22 ноября в администрации наказали нарушителей тишины и спокойствия граждан в ночное время. Все подробности с заседания комиссии прямо сейчас. На рассмотрение комиссии по статье 27 областного законодательства правоохранительными органами было представлено пять протоколов. Несознательные граждане засиживаются после 22 часов в шумной кампании, празднуют ночами дни рождения, слушают музыку, тем самым мешая рядом живущим. Ни один из пяти нарушителей в этот раз не явился на заседание. Но это ночным меломанам и гулякам не помогло. Каждый получил по заслугам. Штрафы составили от одной до трёх тысяч рублей. Смоленские полицейские накрыли частную наркоплантацию. В одной из квартир областного центра они обнаружили запрещенные растения конопли и марихуаны. Культивировал их 39-летний безработный. Сейчас он проверяется на причастность к сбыту наркотических средств. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Уже есть первые жертвы тонкого льда. За минувшие выходные в области погибли двое мужчин. Первый пытался перейти в водоём в селе Олексина Дорогобужского района. Другой провалился под лёд на реке Доброе в деревне Павлова Красненского района. С 21 по 28 ноября в Десногорске проходит профилактическая операция «Пешеход». На этой неделе инспекторы уделяют особое внимание водителям транспортных средств, нарушающим правила проезда пешеходных переходов, а также пешеходам, допускающим нарушения ПДД, в том числе не использующим световозвращателей в тёмное время суток. А теперь новости культуры. В этом году музыканту, отцу русской балалайки Василию Андрееву, исполнилось 155 лет. Его юбилей отметили в Афлёновском теремке. Концертную программу подготовили педагоги и воспитанники музыкальной школы имени Глинки нашего города. А поездку организовал Десногорский совет женщин. Мероприятие получилось удивительное. Педагоги рассказали о жизни известного балалайшника, а юные музыканты исполнили его произведения. Не оставили равнодушными присутствующих в зале и нежные, воздушные, а порой и зажигательные выступления воспитанниц хореографического отделения. В этот день собравшиеся в музей-заповедники получили массу удовольствия зрители от выступления, а наши юные артисты от возможности показать свой талант в таком историческом месте и пополнить копилку знаний о традициях русского народа. Ведь в Талашкинском музее-заповеднике до сих пор сохранена атмосфера старины и хранятся уникальные, расписанные знаменитыми художниками музыкальные инструменты и предметы русского быта. В свое время именно сюда князьям Тенишевым съезжались со всей России художники, писатели, поэты, меценаты и музыканты. Музей Александра Твардовского готовится к открытию. Планируется, что оно состоится в середине декабря во время традиционных твардовских чтений. Новый музей разместится в здании областной библиотеки. Сейчас там монтируется выставочное оборудование и в ближайшие дни появятся выставочные экспонаты. И в заключение о спорте. Ветераны-атомщики Десногорска ведут активный образ жизни и спортивные мероприятия они проводят регулярно. Об одном из последних наш следующий репортаж. 17 ноября в спортивном зале «Полимера» ветераны атомной энергетики участвовали в спортивном празднике «Веселые старты». В соревнованиях приняли участие около 70 человек. Участники разделились на пять команд и поочередно принимали участие в эстафетах. Состязались в пробежке с мячом, бросках в баскетбольное кольцо, метали дротики в дартс, стреляли и считали галы в воротах. Такие мероприятия позволяют не только посильно заниматься спортом, но и дают возможность пенсионерам общаться. В общении, самое главное в общении, и потом просто хочется попробовать пробежать с мячом, стрельнуть, как получится, это же так интересно, это завораживает. Здоровье, конечно, помогает, любое спортивное мероприятие здоровье помогает, поднимает настроение, бодрости придает, что еще надо нам на пенсии. Это так здорово, поначалу, конечно, думаю, ой, сейчас пенсионеры, с торпией они соберутся. Столько азарта, столько детства в глазах, и я себя почувствовала прям как минимум на пять лет моложе. И особенно приятно, что победители получили в награду за первые места ценные призы. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин